Считается, что планшеты, девайсы сугубо развлекательные. Для ютуба, игрушек и фильмов они подходят идеально. Однако стоит их нагрузить чем-то более серьезным и сразу начинают вылезать многочисленные недостатки. Например, 10-дюймового экрана для работы явно маловато, а без физической клавиатуры даже на почту порой бывает сложно ответить, говоря уже о полноценной работе с текстами в каком-нибудь офисном редакторе. Сегодня мы посмотрим на MatePad Air. Это первый планшет из аэролинейки от Huawei. Он позиционируется как более профессиональное решение, которое подходит не только для развлечений. Устройство комплектуется клавиатурой, поддерживает стилус и умеет еще много чего интересного. Конечно, ноутбук такой девайс вам полностью не заменит, но по сравнению с обычными планшетами возможности у него гораздо шире. Впрочем, давайте буду рассказывать обо всем по порядку. Слово Air в названии планшета появилось неспроста. При диагонали в 11,5 дюймов он весит всего 518 грамм. Не могу сказать, что это прям рекордно маленький вес, другие современные планшеты весят. Примерно столько же, но при этом дисплей у них может быть на полдюйма, а то и дюйм меньше. В данном случае мы получаем оптимальное соотношение веса и размеров дисплея. Сборка и материалы, как всегда, у Huawei отличные. Тыльную поверхность планшета украшает специальное матовое напыление. На первый взгляд может показаться, что оно имеет шероховатую текстуру, однако на деле это не так. Задник абсолютно гладкий. Смотрится такое покрытие эффектно и по-флагмански, но есть у него один нюанс. Отпечатки пальцев на нем появляются моментально, так что будьте готовы либо периодически протирать планшет, либо носить его в чехле. Разъем на корпусе только один, USB Type-C. Миниджека для наушников в этой модели не предусмотрено. Также на корпусе есть аж 4 динамика. Звучат они очень здорово. Смотреть фильм можно без наушников. Низов, конечно, немного не хватает. Мы все же говорим об акустике планшета, а не стереоколонках. Но в целом звучание чистое, детальное, с очень высокой максимальной громкостью. Дисплей у новинки просто изумительный. По качеству изображения, плотности пикселей и цветопередаче он не уступает профессиональным мониторам. Внутри установлена IPS-матрица с нестандартным разрешением 2800 на 1840 пикселей. Почему так получилось, догадаться не сложно, вместо привычного соотношения сторон 16 к 10, планшет получил более квадратный экран 3 к 4. Это определенно хорошо, рабочего пространства на экране будет больше, при этом габариты останутся примерно такими же, как и у стандартных 10-дюймовых планшетов. С другой стороны, для видеоконтента это наоборот скорее минус, потому что черные полосы по краям экрана наоборот станут немного толще. Впрочем, на фоне преимуществ, которые нам дает более квадратный экран, считаю этот недостаток незначительным. Частота обновлений у этого дисплея 144 герца, прямо как у игровых мониторов. Не знаю, насколько актуальна такая герцовка в планшете, все-таки это девайс, для которого игры не являются самой главной задачей. Тем не менее, если захочется поиграть, повышенная частота кадров станет приятным бонусом. Игр, в которых добавили поддержку 104 герц, уже довольно много. Что касается повседневного использования, на глаз отличить 120 герц от 144 герц практически нереально. В обоих случаях изображение будет максимально плавным. Как и в других устройствах Huawei, здесь есть фильтр синего для защиты глаз и специальный черно-белый режим для чтения. Очень удобная штука, с ней глаза действительно устают намного меньше. Также хотелось бы отметить, что планшет поддерживает фирменный стилус Huawei M Pencil 2-го поколения. У меня такого нет, поэтому пока рассказать про него я ничего не смогу, но фишка наверняка полезная, и под нее в AppGallery уже есть отдельный раздел с приложениями. Думаю, дизайнерам и художникам это будет особенно интересно, учитывая, что с качеством софта у Huawei сейчас все хорошо. MatePad Air работает на 888-ом Snapdragon. Несмотря на то, что этот чип был анонсирован 3 года назад, он до сих пор не потерял своей актуальности. Так, например, планшет спокойно тянет Genshin Impact и Diablo Immortal, без тормозов на максимальных настройках графики. В бенчмарке Antutu он тоже набирает вполне солидные 850 тысяч баллов. Впрочем, цифры в бенчмарках это, конечно, хорошо, но намного важнее реальная скорость планшета в повседневных задачах. И здесь она просто фантастическая. Система работает очень шустро, отклик на касание мгновенный, притормаживание и микрофризов я ни разу не замечал. Причем, я думаю, это не столько заслуга процессора, сколько отличная оптимизация системы в целом. Несмотря на то, что 888-ой Snapdragon известен своим горячим нравом, во время игры планшет греется не сильно. Очутимых скачков производительности тоже нет, хотя Trottling Test показывает, что под стрессовой нагрузкой производительность может снижаться с процентов на 40. В реальной жизни так нагрузить устройство довольно сложно, поэтому, как таковой проблемы троттлинга, у этой модели нет. Оперативной памяти в MatePad Air 8 ГБ. Встроенной может быть 128 или 256. Слота под карту не предусмотрено, поэтому, если планируете загружать в планшет много контента, рекомендую обратить внимание на старшую версию. В ней, к слову, еще и 4G-модуль есть, так что можно будет выходить в интернет без участия смартфона. Операционные системы тут Harmony OS 3.1. Это собственная операционка от Huawei, на которую можно устанавливать АПК-файлы. Приложения от Google в ней изначально нет. Вернее, пользоваться ими вы можете, но только через специальную среду Gbox, имитирующую Google сервисы. Устанавливается все это дело буквально в пару кликов, после чего заработают все базовые программы, вроде YouTube и Google документов. В целом, мне эта операционка нравится, она легкая, быстрая, часто обновляется и даже имеет собственный магазин приложений AppGallery, который я считаю лучшей альтернативой плей-маркету на сегодняшний день. Большинство распространенных программ тут есть, а если что-то и не удается найти, предложение предлагает вам скачать АПК-файл из сторонних источников, что, в общем-то, иногда тоже вариант. Еще в AppGallery есть приложение российских банков, и можно расплачиваться картой. В плане автономности MatePad Air является чуть ли не рекордсменом в своем классе. Видео на 30% яркости, и он сможет проигрывать 18 часов. Ну а в режиме чтения его хватит на все 20. В комплекте идет быстрая зарядка с поддержкой протокола Huawei SuperCharge. Она заряжает планшет полностью за полтора часа. Вроде бы не очень быстро, но для аккумулятора емкостью 8300 мАч показатель хороший. Смартфон бы зарядился минут за 45, но у него и аккумулятор в два раза меньше. В комплекте с планшетом мы получаем чехол с клавиатурой, причем конструкция у него необычная. Чехол крепится за счет магнитов и состоит из двух частей. Верхнюю можно использовать отдельно как подставку, но чтобы заработали клавиши, надо установить в планшет специальное посадочное место. Первоначальный коннект происходит за счет подключения контактов, и далее соединение автоматически переключается на Bluetooth. Кнопки небольшого размера, но печатать на них удобно. Клавиатура, к сожалению, без локализации, поэтому придется что-то придумывать с наклейками или гравировкой. А еще в LTE-версии есть звонилка. Сим-карта здесь позволяет не только выходить в интернет, но и звонить. Разговорного динамика, как в телефонах, тут, естественно, нет. Общаться можно через встроенный микрофон и динамик громкой связи. Помимо LTE доступен двухдиапазонный Wi-Fi 6-версии и спутниковая навигация, работающая со всеми популярными системами, включая GPS и GLONASS. В общем, как мне кажется, у Huawei получился один из лучших планшетов этого года. У него очень качественный дисплей, идеальная оптимизированная операционка, мощное железо и отличная автономность. Плюс в комплекте вы сразу получаете удобную клавиатуру, которая серьезно увеличивает функциональность. Вот только жаль, что кириллической раскладки в ней по умолчанию нет. К условным минусам можно отнести, пожалуй, только отсутствие нативной поддержки гуглов. Впрочем, это ограничение обходится достаточно легко. Ставьте G-Box и все базовые программы от Google сразу начинают работать. В остальном, MatePad Air – отличный планшет для работы и развлечений. Продолжение следует...